Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юрий Аксёнов, а вы смотрите видео на канале Gameplan. Сегодня в выпуске вы увидите переработанную версию первой части научно-фантастического шутера Nova, увлекательный экшен про охотника за нежитью, фэнтезийную MMORPG с хорошей графикой, продолжение приключенческого квеста от третьего лица и гоночную аркаду с копами. Начать выпуск я хочу снова наследие. По словам разработчиков, данная игра является переработанной первой частью их sci-fi шутера от первого лица. Как и ранее, это коридорный шутер, в котором нам в рамках космической станции предстоит отбиваться от вторжения инопланетян. В принципе, сама по себе игра неплоха, а его огромными плюсами является наличие сюжетной кампании, возможность играть без активного интернет-соединения, а также вес АПК-файлов всего в 20 мегабайт. Правда, касаемо последнего, стоит отметить, что в процессе распаковки и генерации игрового мира игра потребует от вас около 300 мегабайт свободного места, но при этом ничего докачивать из интернета не нужно. Говоря о недостатках, то, разумеется, без них не обошлось. Лично меня несколько напрягает геймплей, локации от миссии к миссии повторяются. Чтобы уничтожить врага, необходимо высадить в его голову целую обойму. Также, если уровень прокачки вашего оружия недостаточен, вы не сможете войти в следующую миссию и придется снова проходить в предыдущие, чтобы накопить валюту. Кому-то также может не понравиться присутствие энергии, но это вполне привычное явление для фри-то-плей проекта, поэтому удивляться нечему. В целом, конечно, порубиться можно, но ждать глубокого сюжета и разнообразия от игры не стоит. Вторая игра называется Midnight Hunter. Это смесь скролл-шутера и раннера, в котором нам предстоит поиграть в роли охотника за нежитью. Говоря о геймплей, то он представляет из себя следующее. Нажимая по обе стороны экрана, вы сможете перемещаться по локации, а делая свайпы с той или иной стороны, вы будете совершать прыжок, соответственно, вперед или назад. Огонь в игре ведется автоматически. Самое главное, это чтобы враги были в радиусе действия вашего оружия. Цель и смысл игры здесь кроется в том, чтобы вернуть всех похищенных детей, а также в выполнении побочных квестов. Собирая монеты и получая награду за выполнение заданий, вы сможете улучшать свое оружие. Кстати, говоря о нем, то по умолчанию вы владеете пистолетом, но во время игры из ящиков вы сможете выбить огнемет, пулемет и арбалет, что позволит вам на время воспользоваться более мощным оружием. Игрушка мне весьма понравилась, наверное, в большей степени тем, что она оригинальная, а не копия какого-нибудь популярного тайтла, поэтому советую ознакомиться с ней и вам. Третья игра представляет из себя фэнтезийную MMORPG под названием Legacy of Discord. Кстати, скачав игру по ссылке из описания, вы получите бонус, а какой именно, скажу чуть позже. Сюжет игры достаточно типичен. Мир находится в опасности, и вам вместе с миллионами других игроков предстоит его спасти. В начале игры вам на выбор предлагается три героя. Это Берсерк, Мечник и Чародейка. Причем тут можно сразу посмотреть, как герой будет выглядеть в начале, и каким он сможет стать после прокачки до максимального уровня. Как представитель своего жанра, Legacy of Discord весьма не дурна. Здесь вожжут подземелья под завязку, набитые монстрами, огромные боссы, тонны лута, а также возможность прокачки как своего героя, так и его амуниции. Ну а так как это MMORPG, то вы сможете вместе с другими игроками осуществлять рейды, либо же помериться с ними силами на PvP-арене. Еще одной сильной стороной игры является графика и эффекты, которая реализована здесь весьма неплохо. К недостаткам тут я бы мог отнести присутствие энергии, но этот недостаток легко устраняется. Скачав игру по ссылке из описания, вы получите 15 дополнительных единиц энергии, что даст вам некоторое преимущество перед другими игроками, так как вы сможете играть дольше. Следующей в списке идет третья часть приключенческого экшн-квеста Insomnia. В основе сюжета новой части лежит небольшая история неупокоенной души маленького мальчика, и собственно вашей целью будет помочь его душе вознестись на небо. Для этого вам предстоит изучать локации, находить предметы, которые помогут вам в достижении поставленной цели, объединять их и взаимодействовать с окружением. Также в игре вам необходимо быть осторожным, дабы не попасть в ловушку или умереть от психического перенапряжения. Единственное, что стоит отметить по игре, это то, что никаких подсказок вы тут не найдете, придется догадываться до всего самостоятельно, умирая и загружаясь с последней точки сохранения раз за разом. И завершайте сегодняшний выпуск гоночной аркады Reckless Getaway 2. Цель и смысл игры 1. Удирать от полиции и делать это как можно дольше. Вам предстоит ездить по узким улочкам, увиливать от копов через переулки, собирать монетки и бонусы, а также на высоких уровнях преследования избегать танков и дорожных шипов. Игра мне в принципе понравилась, однако с оптимизацией у нее не все окей, и на некоторых устройствах игра может подлагивать. А на этом на сегодня все. Благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!